Глефы это конечно очень интересный тип оружия в Destiny 2. С одной стороны это палка, которая может стрелять и ставить мощный щит. С другой стороны это мощный щит, который может стрелять и наносить урон в ближнем бою. И с другой стороны это не самый сильный дробовик, который может носить урон в ближнем бою и ставить мощный щит. Да, прозвучало примерно правдиво. Это глефы в Destiny 2. Добро пожаловать. И в этом видосе я хочу вам рассказать абсолютно все про глефы, что можно рассказать. С этим оружием я бегаю очень давно, с релиза Королевы Ведьмы, и в этом сезоне глефы получили сразу несколько бафов, что, на мой скромный взгляд, вывело глефы, по крайней мере в ПВЕ, на самый высокий уровень по полезности в любом контенте. Хотя, конечно, в последнее время вы наверняка стали замечать гораздо больше глеф в ПВП, и этому тоже есть свои причины. Думаю, что будет крайне логично начать с основы глеф. Глефы — это особое оружие, которое использует зеленые боеприпасы. И у глефа есть три основных взаимодействия. Первое самое очевидное — это, разумеется, атака ближнего боя. Ваш персонаж проводит комбо из трех ударов, который наносит врагу кинетический урон, при этом не расходуя какие-либо боеприпасы. Если у вашего врага будет много ХП, то комбо будет проводиться непрерывно. Хотя бывают случаи, когда она прерывается и происходит задержка. Это можно обойти. Удерживайте ваш щит и постоянно спамьте атаку ближнего боя. Вместо комбо из трех ударов у вас будет комбо из двух ударов, и там задержки не будет. И при этом у вас атака ближнего боя будет проводиться гораздо быстрее. Возможно, этот баг его пофиксят, но прямо сейчас это работает, поэтому пользуйтесь. Урон атаки ближнего боя более-менее сопоставим с другими особыми пушками. Он, конечно, меньше, но тут важно помнить, что у вас бесконечные атаки. Поэтому это может оказаться крайне полезным, особенно в гейм-контенте, где порой наличие боеприпасов может серьезно сказаться на вашем успехе. Что касается ПВП, то Глефа убивают за три атаки ближнего боя, что сопоставимо со скоростью обычных двух атак ближнего боя. Второе взаимодействие Глеф – это выстрелы, которые являются прожектайлами, то есть снарядами, как те же гранатометы или ракетницы. Вот именно они и расходуют ваши особые боеприпасы. В ПВЕ урон не самый высокий, поэтому выстрелы используются больше как утилити. Что касается ПВП, то убивать за два попадания, если расстояние было оптимальным, потому что у снарядов есть дэмэдж хулов, то есть падение урона. И пускай урон в ПВЕ у снарядов не самый большой, но они играют важнейшую роль при использовании ваших Глеф, потому что они напрямую связаны с другим изобладействием – это вашим щитом. При нанесении урона выстрелом вы получаете энергию щита. В четыре попадания вы полностью зарядите щит, но его можно активировать, даже если у вас у щита было очень мало энергии. И вот этот щит, мягко говоря, очень прочный. В ПВЕ щит Глефы вам дает резист урону в 97,5%. Да, то есть у вас почти полный иммун в ПВЕ. В ПВП, конечно, меньше, и он составляет 75%, но это тоже очень сильно. И пока вы удерживаете щит, то ваш персонаж может стрелять снарядами, чтобы подзарядить вашу энергию. Допустим, вы зарядили полностью щит, вы его удерживаете, и у вас расходуется энергия. Вы сделали выстрел, и вы получили снова четверть вашего щита. И с таким геймплеем вы можете стать настоящим танком для вашей команды, особенно в контенте вроде Грандмастера. Но есть один небольшой минус. Ваши тиммейты и в ПВП, и в ПВЕ не могут стрелять сквозь щит. Имейте это в виду. Теперь давайте поговорим о характеристиках. Дальность наглефов влияет на дэмэдж фулов, нападение урода снарядов, и в это же время влияет на скорость полета. Чем больше дальности, тем быстрее скорость. На показателе 0 ваша скорость снаряда будет равняться 60 метров в секунду. На показателе 100 – 100 метров в секунду. Вот этот момент был бафнут в этом сезоне, в сезоне видения. Действие щита влияет внезапно на длительность работы вашего щита. Другие характеристики работают, как и у всех пушек. И из всего списка самыми главными являются, по сути, дальность, действие щита и скорость перезарядки. При этом, разумеется, есть перки, которые могут компенсировать то, что у вас плохие статы на каком-то показателе. Допустим, если у вашей пушки мало дальности, то вам может помочь перк – усилитель импульса, который увеличивает скорость снаряда. Если у вас мало перезарядки, то импульс тоже может помочь. Если у вас, допустим, очень мало перезарядки, и на Глефе нет импульса, то может помочь перк вроде мародер. Поэтому да, некоторыми статами можно пренебречь, и об этом поговорим чутка попозже. Теперь давайте поговорим про философию Глефа в Destiny 2. Разработчики, как они писали в твабе от 21 апреля 2022 года, задумали Глефы как гибридное оружие, которое разрушает ближний бою и имеет практически непробиваемый щит. При этом Глефы следуют нескольким простым правилам, когда речь идет о перках и тому подобное. Отмечу, что некоторые из этих правил в игре уже работают, некоторые все еще нет. Что же это за правило? Во-первых, атака ближнего боя активирует перки и свойства, которые требуют убийства или нанесения урона в ближнем бою базовой атакой. Например, это перк мародер, нанесли урон в ближнем бою, то есть убили врага, и вы получили патроны в магазин. Допустим, рубака. Вы убили врага с помощью атаки ближнего боя и получили 5 стаков рубаки. И, например, пустотый фрагмент эхо-вампиризма. Убили врага атакой ближнего боя с помощью Глефа, и у вас пошел реген ХП. Правило второе. Атака ближнего боя не активирует перки и свойства, которые требуют заряженную атаку ближнего боя. Например, это комбинированный удар верхнего аркстрайдера или шлем-капюшон-ассасина. Потому что, напомню, атака Глефа ближнего боя – это обычная незаряженная атака. Поэтому, да, вот эти свойства, они не работают. Правило третье, которое на момент записи этого видоса все еще не работает. Атаки ближнего боя должны получать преимущество от усиления урона ближнего боя. Например, это экзотики и милость червебога и вероломство зимы. Это все еще не работает, но разработчики писали, что они планируют сделать так, чтобы это работало. Но пока что нет. Терпим. И правило четвертое. Атаки ближнего боя не должны получать бонусный урон от усиления урона оружия. Вроде полоса удач, киллерский магазин и тому подобное. То есть вы получаете баф к урону, допустим, рубака на пяти стаках, но урон будет увеличиваться только у снарядов. У атаки ближнего боя урон увеличен не будет. При этом бафы вроде сияния, заряд света, клади света и тому подобное работают на атаке ближнего боя. Да. И раз уж мы говорим про атаки ближнего боя, то здесь стоит упомянуть, как у нас будет работать глефа и, допустим, заряженная атака ближнего боя, например, молоток титана. Пока вы используете глефу, вы не можете поражать заряженную атаку вашего подкласса. То есть, допустим, если вы хотите на солнцеломе себя активировать сияние, чтобы у вас был увеличен урон, вы должны сначала взять другое оружие, допустим, пистолет или пипегу. Вы должны кинуть молоток и только после этого вы сможете использовать баф на вашей глефе. Вот это основные механики глеф, которые работают в Destiny 2. Все предельно просто и у глеф есть одно очень простое правило. Чем сложнее контент, тем лучше раскрываются все особенности ваших глеф. Речь о том, что в контенте более казуальном вы, скорее всего, будете использовать только атаки ближнего боя. Да, вы, конечно, можете порой использовать выстрелы, получить щит, но в контенте более казуальном, по моему опыту, а он очень большой, поверьте, щит и выстрел я использую достаточно редко. Когда мы говорим про контент вроде мастер-рейда, градмастера и тому подобное, то да, вот там щит глефы и снаряды уже работают. Снарядом мы получаем щит, и щит мы используем, чтобы мы могли выживать от, допустим, выстрела антибарьерного кабала. И когда мы говорим про глефы в ПВЕ, то тут важно понимать, что это самое настоящее утилити оружие. Вы можете спросить, а зачем мне использовать глефы в ПВЕ, когда можно взять, допустим, плазменную винтовку, дробовик или, допустим, снайперку или гранатомет. Вопрос, конечно, справедливый. И здесь важно понимать роль вашей глефы. В контенте более казуальном вы используете глефы как, по сути, ноу-брейн оружие для челобаса. Вы врываетесь в пачку мобов и спокойно атакой ближнего боя можете всего уничтожать. При этом вы не тратите какие-либо боеприпасы. Да, конечно, в контенте более казуальном вы, скорее всего, будете использовать оружие основное на белых пульках, но глефы в этом плане тоже очень хороши, потому что в какой-то момент, когда перед вами появится более сильный моб, вы можете тут же его с помощью глефы тоже убить, потому что урон атаки ближнего боя у глефы далеко не самый плохой в игре. Он вполне себе сносный. Когда мы говорим про контент более сложный, допустим, мастер рейды или градмастеры, то здесь глефы используются как некий танк из защиты. Здесь во всей красе раскрываются щиты глефы, которые, напомню, имеют в ПВЕ резист, в 97,5%. Даже в Грандмастере глефам просто пофиг. Пока по вам урон идет спереди, а не сзади или, допустим, слева или справа, вы будете отражать почти весь урон, и это очень помогает. Когда у нас у глеф есть мода на воителей, в этом сезоне у нас есть неудержимые, как и в прошлом сезоне, то глефы себя раскрывают на все 100%. Вы можете застанить неудержимого воителя, пойти его ковырять глефой, и когда он будет готовиться по вам бить с помощью атаки, вы ставите щит, и урон вы полностью игнорите. Вы его тут же станете и снова его бьете. Это работает очень хорошо, и в этом сезоне у нас так сложилось, что неудержимые воители во всех градмастерах, поэтому да. И здесь тоже вопрос, а почему бы мне не убить воителя с помощью плазменной винтовки или снайперки? Глефы хороши только не в этом. Бывают моменты грандмастера, когда есть куча мелких мобов, и вам порой не хочется дать особые боеприпасы или ваши обилки. И здесь глефы мобов тоже очень хорошо убивают. Это просто лютая экономия ваших боеприпасов, как тяжелых, так и особых. И, кстати говоря, о особых боеприпасах, то да, в грандмастере и в мастер-рейде вы будете стоять гораздо чаще, потому что вам щит обязательно пригодится в какие-то моменты. А если, допустим, воитель или босс получили какой-то дебаф, допустим, пустотное ослабление, и вы получили баф вроде сияния, то у глефы будет очень даже неплохой урон. Если у вас в градмастере есть два игрока с глефами, то вы сможете спокойно заковырять воителя, при этом не потратив ваши особые или тяжелые боеприпасы. Я, конечно, могу быть предвзят, потому что мне очень нравятся глефы, но в этом сезоне градмастеров у нас на выбор из неудержимых патронов, то есть пушек, только скаутки и глефы. И использовать неудержимые скаутки градмастера как-то не особо хочется, а вот глефы заходят очень хорошо. Поэтому простое правило. Контент казуальный – раскрывается атака ближнего боя, контент более сложный – раскрываются все особенности глефы, то есть и атака ближнего боя, и щит, и снаряды. В сообществе игроков некоторые утверждают, что глефы нужно было рекламировать скорее как щит, который может стрелять и наносить атаку ближнего боя. Если мы говорим про градмастеры, то да, это является правдой. Но в этом именно суть контента в Destiny, что где-то раскрывается одно, а где-то раскрывается другое. И глефы устроены таким образом, что вне зависимости от контента раскрывается одна из сторон этого типа оружия, и это достаточно редкий случай в Destiny. Но здесь, конечно, стоит упомянуть, что когда глефы потеряют свои неудержимые боеприпасы, то они станут в этот гейме похуже, там, где есть неудержимые воители. Потому что вы не сможете постоянно стоять щитом и танковать вашего воителя, и в какой-то момент его станет. Но при этом глефы все еще будет работать. У вас все еще будет мощная атака ближнего боя, у вас будет почти полный иммунный щит, и у вас будут выстрелы. И на этой ноте давайте перейдем к тому, какие глефы вас будут интересовать, и что на них стоит выбивать. Я предлагаю начать с PVE и с характеристик. Что касается времени щита, то вас интересует показатель 50. Здесь я буду ссылаться на исследование по этому показателю у одного пользователя Reddit с очень интересным ником TheGlaveTester. И, как мне показалось, 50 — это самая оптимальная цифра. Почему именно 50? На показателе 50 ваш щит будет работать 12,4 секунды. И тут самое интересное. На показателе 60 щит будет работать 13,1 секунды. На показателе 65 будет работать 13,5 секунды. А на показателе 70 будет 13,2 секунды. То есть у вас время щита стало поменьше. Почему? Без понятия. Поэтому, как мне кажется, 50 — здесь самый оптимальный вариант. Что касается скорости перезарядки, то я считаю, что в PVE этим показателям можно пренебречь. Особенно учитывая то, что у нас будут перки, которые будут компенсировать нашу низкую скорость перезарядки. Что касается дальности, то здесь все очень просто. Сначала вы себе выставляете 50 времени щита, и потом все параметры выкручиваете на дальность. Сколько получится, столько и получится. И вот, наша PVE-шная глефа по характеристикам уже готова. Теперь давайте разберем каждую легендарную глефу по перкам. И начинаем мы, разумеется, с великой и ужасной Энигмы. С нашей первой крафтабельной пушки. В третьей колонке у нас есть два хороших перка для PVE. Первый — это мародер, и второй — это усилитель импульса. Многие могут спросить по поводу перка жизнеобеспечения. Поскольку он работает только при использовании выстрелов, то я считаю, что этот перк на этой глефе в целом бесполезен, потому что мародер и импульс гораздо лучше. Лично для меня фаворит — это усилитель импульса. Поскольку этот перк поможет нам улучшить нашу скорость перезарядки, и он также улучшит скорость наших снарядов. И вот этот перк увеличивает скорость снарядов на 35%, что очень ощутимо. Вот, допустим, на моей Энигме и для PVE, и для PvP скорость счета 55 и дальность 77. Без импульса скорость снаряда будет примерно 91 метр в секунду. С импульсом будет 122 метра в секунду. Разница достаточно большая. В четвертой колонке у всех глеф есть такой перк, как «Неотдалимая сила». Это объективно самый лучший перк, самый сильный перк, самый пиздатый перк на любую глефу. Когда вы отражаете урон щитом, то у ваших снарядов увеличивается урон на 30% на 4 секунды, пока вы удерживаете щит. И каждый раз, когда вы получаете урон, то ваш таймер будет обновляться. Улучшенная версия перка улучшает время бафа до 5 секунд. Это тупо «Best in Slot» — самый лучший перк. Да, конечно, на «Энигме» есть перки вроде «Киллерского магазина», «Полоса удач», но для «Киллерского магазина» вам нужно убить и перезарядиться. Для «Полосы удач» вам нужно убить трех мобов, чтобы у вас был баф к урону, как у «Недалимой силы». А «Сила» работает просто при блоке урона, что будет работать почти всегда. Поэтому это самый лучший перк, это абсолютно неоспоримо. Есть, конечно, еще второй вариант — это «Безумие». «Безумие» вам увеличит урон ваших снарядов на 15% и также поможет вам со скоростью перезарядки. Я с этим перком бегал изначально, и мне показалось, что, в принципе, усилителя импульса хватило, чтобы исправить скорость перезарядки. А баф к урону уступает «Недалимой силе». Плюс «Безумие» нужно активировать. Этим перк мне не нравится. Также у «Энигмы» есть пятый перк «Пси-взлом». При нанесении урона из этого оружия на короткое время вы уменьшаете урон, который будет уносить ваша цель на 10%. Он работает только от снарядов, и он актироваться будет крайне редко, поэтому на «Энигме» этот перк скорее полная фигня. Хотя, конечно, можно в теории раздамажить боссу, чтобы он уносил меньше урона. Но дебаф работает всего лишь 3 секунды, что очень мало. Наша вторая глефа — это «Шепот Низарика», и по перкам здесь все то же самое. В третьей колонке усилитель импульса, в четвертой колонке «Недалимая сила». Но помимо этого в третьей колонке есть перк «Диверсант». И да, он работает только при использовании ваших снарядов. В четвертой колонке, помимо «Недалимой силы», также есть «Безумие» и «Жажда Адреналина». Убили моба гранатой и получили баф к урону на 33% на 5 секунд. Но опять-таки, у «Недалимой силы» это 30% и нужно просто удерживать щит. Какой перк лучше, думаю, очевидно. И у «Незарика» есть небольшая проблема с «Диверсантом». «Диверсант» должен давать 20% при убийствах с особого типа оружия, чем у нас и является глефа. Но на этой глефе почему-то дается действовать, как будто это праймари. Скорее всего, это баг, и его до сих пор не пофиксили. Другие перки на «Незарике» я разбирать не буду, потому что думаю, что они уступают тому, что дает усилитель импульса и «Недалимая сила». И теперь самое вкусное – это пятый встроенный перк «Экстраверт». Когда вы убиваете соперника в окружении трех мобов, то вы получаете себе легенд хп примерно 50 единиц. И до выхода ивента «Солнцестояние» этот перк работал только от выстрелов. Теперь он также работает и от атаки ближнего боя глефы. У перка, разумеется, имеется небольшой кулдаун, иначе он был бы слишком сильным. И есть небольшая фича, которую, скорее всего, пофиксят в будущем сезоне. Если, допустим, вы используете в первый или третий слот пушку из этого сезона с этим перком, то любая ваша глефа будет актировать экстраверт. Вы, допустим, можете взять в первый слот скаутку этого сезона, во второй взять «Энигму», и у вашей «Энигмы» будет работать экстраверт от «Мили Атак». Пользуйтесь. И настало время моей самой любимой ПВЕ-шной глефы – это погибель Лубры. В четвертой колонке нас интересует два перка. Первый – это, разумеется, «Неодолимая сила», и второй – это Рубака. С «Неодолимой силой» можно взять «Мародер» или уникальный рядовый перк «Неподвижный объект». Когда вы стоите на месте и у вас работает щит, то попадание снарядами будет давать больше энергии щита. И в контенте вроде «Градмастера» это очень сильно помогает. Допустим, вы танчите какого-то босса, вы стреляете по нему с этим перком, и у вас щит может работать до хоть целую минуту. Разумеется, это не всегда и не везде может пригодиться, но почему бы и нет. Этот перк я полюбил только потому, что это уникальный перк, и он имеет хорошую синергию с «Неодолимой силой». Поиграйте с этим перком, и если вам он не понравится, то смело ставьте «Мародер». И вторая связка перков это, разумеется, «Мародер» и «Рубака». Убили какого-то моба, у вас подзарядилась пушка, и вы получили бафку урону ваших снарядов на 5 секунд на 33%. Это будет хорошо работать в контенте более казуальном. Но в этгейме я вам все равно крайне рекомендую использовать «Неодолимую силу». В четвертой колонке, конечно, еще есть перки вроде «В окружении», «Смертоносная приманка», «Стряжающее оружие», но «Неодолимая сила», ребята, «Неодолимая сила». И я скажу честно, я думаю, что этот перк в будущем понерфят, потому что когда у тебя бонус к урону, который сопоставим с киирским магазином, «Полосой удач», «Рубакой» и так далее, но при этом он требует гораздо меньших действий, то это выгодит слишком сильно. И также на лубре есть уникальный пятый перк, это «Опустошитель душ». Мне показалось, что на этой глифе он работает так себе, потому что хп вы получаете мало. Но есть одна фича. Если будете убивать мобов мародером, то этот перк у вас активироваться не будет. То есть вы, допустим, там можете нанести кучу урона с помощью выстрелов, в какой-то момент там через час перезарядиться, и вы тогда получите много хп. Но это крайне ситуативно. Что касается модификатора на глифы для пве, то смело ставьте магазин. Ох, П-В-П. Что ж тут можно сказать? Я очень надеюсь на то, что глифы никогда не станут метой в ПВП. К сожалению, в последнее время некоторые игроки, и особенно кат-энд-креаторы, наконец-то стали замечать, что глифы оказываются очень даже неплохие. Когда у тебя есть тип оружия, который можно с некоторыми перками убивать ваншотом с помощью снаряда, и тип оружия, у которого есть щит, у которого резист 75%, то против этого порой очень сложно играть. При этом у глиф есть несколько проблем. Например, вы сделали по сопернику выстрел, урон прошел, щит не получили. Или наоборот, вы сделали по сопернику выстрел, вы получили щит, но вы не нанесли урон. Или, допустим, вы дали выстрел по сопернику, еще раз, у вас ни щит, ни энергия, ни фига. Эти проблемы, разумеется, присутствуют и в ПВЕ, но в ПВП они гораздо заметнее. Порой бывает такое, что вы дали по сопернику первый выстрел, урон не прошел, а второй убил ваншотом. На самом деле у вас за регулой первый выстрел просто гораздо позднее, когда прошел второй урон. Что касается щита, то часто бывают моменты, когда ты можешь подумать, что у меня же был щит, но меня игрок все равно пробил. Есть две причины, почему у вас это происходит. Во-первых, у щита есть небольшая задержка. То есть вы нажимаете на щит, и проходит примерно секунда, когда он реально начинает работать. И вторая ситуация, это если вы были в подкате. В подкате тоже должно пройти время, чтобы у вас работал щит. То есть вы в анимации подката, у вас щит работать не будет. Потом прошла секунда, и у вас активировался щит. Про то, что порой не регистрируются атаки ближнего боя, думаю, упоминать не стоит, потому что это обычная проблема в Destiny, особенно в ПВП. Так как играть с Глефой в ПВП? Ваша первая задача, это получить щит. То есть вы должны сделать выстрел, получить щит, и тогда вы можете смело пушить соперника, но вы должны заранее активировать ваш щит. Не в момент, когда вы его увидите перед экраном, а заранее, чтобы его урон точно вас не пробил. Что касается экономики зеленки Глеф в ПВП, то недавно Банжи пофиксили баг, вернее фичу. Из-за которого Глефы в ПВП получали лишь один патрон из зеленки, что не хватает для ваншота у большинства Глеф. Теперь дается два патрона, и, видимо, именно вот это игроков сподвигло попробовать Глефы. Если вы с Глефами бегаете давно, то здесь вы для себя ничего нового, скорее всего, не узнаете. Если вы с Глефами хотите попробовать побегать, и вас интересуют, какие именно перки нужно выбивать на Глефы, то вот вам один простой совет. Не бросайте Глефы при первой же смерти. Сразу не получится. Вам нужно привыкнуть к тому, как работают снаряды, вам нужно привыкнуть также к таймингу щита, и вам нужно научиться правильно использовать атаку ближнего боя. Потому что в ПВП большинство ваших убийств будет при помощи снарядов. И здесь помните одну важную фичу. У вас будет небольшая задержка после выстрела для нанесения атаки ближнего боя. Но если вы сначала дадите атаку ближнего боя, то ваш выстрел сработает быстрее. И да, один выстрел это атака ближнего боя, это смерть вашего соперника. Если там, конечно, у него нету овершилда или какого-то регена ХП. И как контрить Глефы в ПВП? Есть три хороших способа, но они очень нишевые. Первый это гранатомет Горстка Пепла. Навесили Горстку на соперника, и он умрет, даже если у него был потнят щит. Второй способ это стазис. Заморозили, раскололи или расстреляли. И третий способ это, как ни странно, лучевая винтовка Божественность. Так что же выбивать на Глефы в ПВП? Начнем с характеристик. Все то же самое, что в ПВЕ. Время щита 50, дальность как можно больше. Даже если у вас есть усилитель импульса. По перкам везде самые лучшие перки это усилитель импульса и неодолимая сила. Неодолимая сила поможет вам убивать соперников ваншотом. Но вам нужно иметь еще другие бафы. Допустим, заряд светом, либо купол. При этом заряд светом не всегда будет убивать ваншотом. Если у соперника ХП больше 195, то он выживет. Но купол или кладезь это гарантированный ваншот. Учитывая перки и характеристики Глеф, то самая лучшая Глефа в ПВП это Энигма. У нее чутка больше дальности времени щита и скорости перезарядки, чем у того же Низарика при тех же самых перках. Но при этом у Низарика 6 патронов изначально. У Энигмы 5. И 6 патронов вам могут помочь убить 3 врагов без перезарядки. Да, на Энигму, конечно, можно поставить мод на магазин, но на Глефы гораздо лучше поставить другие моды. Допустим, быстрая смена пушки. Или, например, спринт грипп. И да, что касается модов, раз уж я заговорил об этом, то на Глефы нет смысла ставить рукоятку Икара. Поскольку Глефы это оружие с прыжектайлами, то точность прыжки будет предельная. Потому что это оружие, у которого снаряды, а не хитсканы. Лубра в ПВП крайне интересная. У нее, конечно, нет усилителя импульса, но у нее есть неподвижный объект. И в ПВП, если вы стоите на месте, то вы сможете легко получить много энергии щита. Причем этот перк работает даже в прыжке. Вы прожали прыжок, затем никак не двигаетесь, вы по инерции падаете вниз, и у вас будет работать неподвижный объект. Это прикольно. Плюс, в 4 колонке у Лубра есть в окружении. И если его активировать с улучшенной версией, то вы сможете тоже делать ваншоты с каким-то бафом. Допустим, тоже сияние или заряд светом. Лично я бегаю шепотом Низарика, потому что у него 6 пулек изначально. И потому что он очень классно называется. И он красиво выглядит. Но лучшая Глефа, объективно, по статам это Эникма. Но если мы говорим про общий геймплей, то все-таки это у нас будет Низарик. Потому что у него 6 пулек. У Лубры был бы большой потенциал, если бы у нее был бы усилитель импульса. Да, в PvP, конечно, можно играть без этого перка. Но, поверьте, с ним гораздо проще. И на Лубре этого перка нет. И давайте вкратце про Гамбит. В Гамбите Глефы работают очень хорошо. Взяли Глефу, высекаете мобов, убиваете в целом быстро блокировщиков. У вас не будет проблемы с зеленкой. Очень классный тип оружия. Вас заинвейдил соперник. Вы на него вышли с поднятым щитом и его убили. Очень классное оружие в Гамбите. Класс. Как-то, ребята, вот так. Я, разумеется, мог бы рассказать гораздо больше фич про Глеф. Но этот видос уже настолько затянулся, что я думаю, нам стоит закругляться. Я рассказал самые основные вещи. Рассказал Гадролы на все Глефы. Ах, да. Я забыл рассказать про экзотические Глефы на Титана, Варлока и Охотника. Давайте вкратце и про них поговорим. Что касается этих Глеф, то у них разные архетипы. У Титана Глефа такая же, как все легендарные по скорострельности. У Варлока Глефа менее скорострельная, у Хантера Глефа скорострельная. Скажу прямо. Глефа Варлока, даже учитывая последние бафы, неплохая, но слишком нишевая и работает так себе. Глефа Титана неплохая. Потому что купол вам дает овершилд при использовании любой стихии. И с куполом этим можно использовать фичу с уроном бегемота. Старистного Титана, но нас это особо не интересует. Глефа Хантера меня недавно приятно удивила в ПВП. Да, у них нет импульса, у этих Глеф, но у Глефа Хантера очень неплохие статы. И если вы на Глефе Хантера в ПВП сможете себе набить экзотический перк, то вы игроков будете убивать ваншотом с помощью этого выстрела. В ПВЕ пока кажется все-таки чуточку слабеньким. Вот такая, ребята, история про этот прекрасный тип оружия. Возможно, вам Глефы не нравятся. И вы с ними никогда играть не будете. Возможно, вы с ними уже играете. Возможно, у вас горит жопа на то, что Глефы внезапно в ПВП хорошо играют. Из разряда, почему Глефы могут затанчить два выстрела дробовиком, и, допустим, там два выстрела с плазминки, или даже ракетницу. Да, со стороны, когда вы играете против Глефы, это кажется очень сильным. И я это на себе тоже успел ощутить. Но есть способы контрить Глефы. Не только горстка пепла, стазис и дивинити, но и правильный геймплей в целом. Я думаю, что рано или поздно Глефы в ПВП понерфят. Они уже становятся все более популярными, и... Резист точно понерфит. Думаю, до процентов, наверное, 50. И, возможно, как я уже говорил, Банджи понерфит на неодолимую силу. Потому что бонус 30% при блокировке урона это слишком сильно. Особенно в ПВП, потому что это позволяет вам убивать ваншотом. При этом вам нужно всего-то получить второй баф и просто поднять щит. Это выглядит очень сильно. Но в ПВЕ это прекрасный тип оружия. Да, разумеется, в некоторых ситуациях я возьму там скорее пазмную винтовку, либо арбалет. Но Глефы работают очень хорошо там, где они должны работать. И это самое главное.